Добрый день! В эфире Парасад, программа Казыбаев Юниверсити и с вами ее ведущая Лаура Рагимова. В ближайшие 20 минут вы узнаете последние новости университета. Мы расскажем о его студентах и преподавателях. Не переключайтесь! Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Лаура. Сегодня у нас в гостях Зарема Хаджимуратовна, руководитель студенческого клуба. Здравствуйте! Здравствуйте, Лаура! Расскажите, пожалуйста, про вашу должность. Ну, я бы сказала, это работа, любимая работа, работа творческая, потому что сегодняшний день – это недостаток того, что молодые люди больше уделяют времени себе своим мобильным, скажем так, данным, мобильных телефонах, получают информацию из инета. Это и творческий процесс, именно созидательно-творческий такой вот по искусствам, по жанрам, поэзия, театр, музыка немножко в забвении. Забыт ребятам некогда. Учебный процесс очень такой насыщенный. Мы это очень хорошо понимаем. Но в то же время очень важно показать возможности молодому человеку, специалистам, вернее, будущим специалистам, студентам, что именно когда ты подходишь творчески даже к своему профессиональному вопросу, то он решается легче, то он продвигается быстрее, и он имеет свое решение, эффективность вот такую яркую. Если к вам, например, приходит студент и говорит, что да, он хочет заниматься актерским мастерством или петь, но у него внутри это не заложено, тяжело ли развить эти качества? Их можно получить на базе студенческого фонда. Для этого нужны специалисты. Потому что именно у специалистов есть тот кейс технологий, которые помогают раскрыть эти навыки. Но есть и вокал, это упражнение, правильно? А есть же вокал разный. Есть вокал академический, есть вокал эстрадный. Конечно, ребята сегодня какой вокал выбирать? Эстрадный, более демократичный. Там джазовый пусть, эстрадный, но это тот вокал, с которым они могут в студию пойти записать свой голос, выступать на любых площадках. А зачем им выступать, как вы думаете? А выступать сама жизнь требует выступления. Почему? Потому что завтра он педагог, он организатор, он такой же лидер. Лидер, педагог ли, руководитель ли какого-то своего бизнес-дела, он лидер. А лидера всегда слышно, всегда видно. И вот от того, насколько он гармоничен, насколько он развит, многогранен, эстетичен, все зависит от этих вот приобретенных компетенций. Мы можем этому научить. Нужны обязательно, нужна для меня, мне очень важна, чтобы со мной была команда, команда специалистов. Расскажите про активистов студ-клуба. Хочется большой список огласить. Конечно, факультеты, я отмечу все. Агротехнологические, факультеты истории и экономики, право, факультеты математики и естественных наук. То есть все факультеты, МПФ, конечно, музыкально-педагогические, все факультеты проявили себя очень-очень ярко. Потому что у студентов есть потребность петь, танцевать, рассказать о себе и проявлять себя творчески. Поэтому в становлении наших спектаклей, концертов, КВН большую роль оказывает вот в том году родился новый коллектив «ОНЕР». Они сочиняют стихи, выступают на областных республиканских конкурсах. И вот я с удовольствием представлю руководителя этого кружка. Это студент нашего второго курса Диас Айаган, победитель областных республиканских конкурсов «Акынов молодых». Перегрим театр возглавляет на сегодня два наших студента. Санжар Тойбулат, Институт языка и литературы, Елизавета Гуляева, музыкально-педагогический факультет. Это тоже ребята, которые занимались театральной деятельностью до пилигрима. И удалось найти, удалось пригласить, вдохновить. И ребята за собой уже повели очень много актеров. У нас появился ансамбль современного танца. Его ведет Кристина Ташланова. Тоже студентка Института языка и литературы. Она сама, занимаясь в кружке танцевальном, студии танцевальной, она сама поняла, что она может создавать новые проекты. И за ней пошли ребята. Наши студенты, наши ребята, самые талантливые, одаренные, позитивные, веселые. И могут в творчестве проявлять себя на все 100%. На этом наше интервью подходит к концу. Вам, Зарима Хаджимуратовна, вашему студенческому клубу. Я хочу пожелать побольше творческих идей, чтобы к вам пришло побольше студентов и занималась творческой деятельностью. Мы находимся в городе Кристина Ташланова. Мы находимся в одном из учебных корпусов Козыбаев-юниверсити, в котором обучаются будущие юристы, журналисты, историки, экономисты и финансисты. Контингент студентов достаточно большой – около 1200 человек. Среди них есть артисты, певцы, музыканты, видеомейкеры. Но сегодня я хочу познакомить вас с Айдаром Абельмажиновым. Он – будущий юрист, который великолепно читает стихи. Самое страшное – я лягу под пули. Я унесу ветром закат, если надо. Я просто такой, не изменить ни рукой, ни ногой, ни словом, ни головой я такой. Я ляг под пули, умер, звезда героя жене. Ну, умер, умер. Прихожа на полочке лежу, и кто бы увидел, не поверил, а это так. Ее охраняю, просто люблю, а у нее все наперекосяки. Зачем? Так надо. Кому? Ей? Вселенной надо. Моей. Привет, Айдар. Расскажи, как твои дела, как твое настроение. Здравствуйте. Настроение отличное. Расскажи, пожалуйста, чем же тебя заинтересовала профессия юриста? Она заинтересовала меня не сразу. Я закончил школу в 16-м году, поступил в железнодорожный колледж, отучился там три года, и потом только я понял, чем я хочу заниматься, и поступил на юридический факультет. Я понял, чем я хочу заниматься, кем хочу быть. Мне захотелось защищать права людей, стать, допустим, прокурором, тем же судьей и служить своему государству. Мы знаем, что ты очень красиво читаешь стихи. Почему тогда не филология, почему не журналистика? Моя мама работает учителем русского языка и литературы, и наши все темы, допустим, дома, во время обеда, на ужине, были про какие-нибудь там литературные произведения, и так и появилась любовь к литературе. С стихами я начал увлекаться года три назад. Я просто находил их в интернете, мне они нравились, и я начал заучивать просто тем, что я прослушал их по несколько раз. И со временем я начал их записывать и публиковать в Инстаграме. После этого мне это и понравилось. Вошла дыр резкая, как Натя. Муча, перчатка, замуж. Сказала, знаете, я выхожу замуж. Ну что же, выходите, выкреплюсь. Вот видите, спокойно как, как пульс спокойненько. Помните, вы говорили Джеку Лондон? Любовь, страсть. А я одно видел Джеку Лондона, которое надо украсть. И украли. Кто твой любимый поэт и почему? Ну, как такового любимого поэта у меня нету. Каждый поэт в чем-то интересен. У каждого есть какие-то стихи, которые мне больше нравятся, а какие-то не нравятся. А так мне нравятся Бродский, Йосиф. Как ты считаешь, в будущем пригодится ли тебе навык выразительного чтения? На каких-то там мероприятиях я буду участвовать, рассказывать стихи, возможно. Ну, если я буду работать по профессии, это мне пригодится, так как мне нужно будет уверенно, выразительно высказываться. Юриспруденция – именно та специальность, где умение красиво и грамотно говорить ценится гораздо больше, чем в других профессиях. Дикция, орфоэпия – всем этим умело апеллирует Айдар при общении с людьми. Учишься на юриста, читаешь стихи. Чем еще занимаешься в свободное время? Возможно, у тебя есть еще какие-то интересы, о которых мы не знаем. В свободное время я подрабатываю, в основном учусь, занимаюсь тем, о чем мы говорим. А так мне нравится, допустим, сесть на велосипед, поехать в сторону Ишима и просто отдыхать. Вот в районе, где я живу, в Серегеевке, там у нас есть места красивые. Я когда устаю, я просто сажусь, еду и слушаю тишину и чай. Все такое. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Помимо учебы Айдар активно участвует в общественной жизни университета, занимает призовые места в конкурсах. Последнее время он увлекся игрой на гитаре и укулеле, что с удовольствием продемонстрировал нам. Есть ли у тебя кумир, на которого ты равняешься? Моим кумиром является моя бабушка, мамина мама. Она была самым добрым человеком. Мне было два года, когда ее не стало, и я ее не очень сильно помню. Но по рассказам ее сверстников, то есть тех, кто сейчас живой, еще бабушки, они все отзывались хорошо. Все абсолютно. Во всей деревне все говорили, что моя бабушка, она была добрая, и к всем относилась теплом. Что касается известных личностей, я бы сказал то, что моим кумиром является, даже не сказал, а конкретно уверенно скажу, Мухаммед Али, потому что он человеком был хорошим, и добрым, и справедливым, и поэтому он является моим кумиром. Твоя будущая профессия очень популярна, и есть такое высказывание, нет более верного признака дурного устройства городов, чем обилие в них юристов и врачей. Можешь ли ты как-то прокомментировать это высказывание? Вот, допустим, после перестройки появилось большое количество аптек, ну, и понятно то, что врачи наживаются на здоровье людей. Что касается юристов, сейчас, ну, очень большое количество юристов. Вот даже, я думаю, то, что все, кто заканчивает, они не все работают юристами, многие уходят куда-то, ну, в другие места. Просто юристам можно будет работать много где. Вот, допустим, для мальчишек, да, они вот могут даже планировать что-то, ну, допустим, на крайний случай они могут пойти в правоохранительные органы, устроиться в любую организацию, юристам, они могут в ГАИ устроиться, военными, может, устроиться, если еще у них военная кафедра есть. Не бойтесь разбивать стереотипы. Слишком уж они банальны и скучны. Будьте собой. Многие считают, что юристы цинники, но мы вам показали совершенно другую сторону медали. Айдар – романтик по своей натуре, культурно обогащенная личность. Пообщавшись с ним, невольно вспоминаешь слова Марка Девольта. Любые стены на твоем пути – это твои стереотипы. В них не нужно упираться, их нужно ломать. Редактор субтитров А.Семкин Самый большой образовательный учебный центр – это у нас Североказахстанский университет. С богатой историей обратились к руководителю. Руководитель нас поддержал, подготовил соглашение. Оно уже долгосрочно, на пять лет идет. В настоящее время уже на заводе работает 100 человек. После реконструкции ожидается более 350, вообще до 500 человек. У нас будет потребность большая, потому что будет целый комплекс. То есть мы не будем уже зависеть ни от других предприятий. Собираемся полностью, вся переработка, что была у нас, также открыть свою лабораторию. Второй год мы уже сотрудничаем с кафедрой по продовольственной безопасности по привлечению студентов в производственный процесс. То есть это в основном студенты пока еще 3-4 курса, которых мы приглашаем к себе на практику. Мы стараемся сейчас готовить специалистов, то есть чтобы люди понимали, в чем, собственно говоря, суть производства. Берем их от теории и переводим к практике. При необходимости у тех, у кого проявляется желание, мы готовы даже до окончания университета, я говорю, на уровне летних каникул, брать не на практику, а просто на работу, если ребята хотят как бы поработать. Если дети в данном случае будут заинтересованы в продолжении работы уже на нашем заводе, после окончания университета, мы готовы при необходимости оплачивать учебу, если есть какие-то такие предпосылки, выплачивать стипендии. Уже около 20 лет я работаю в средствах массовой информации. С проектом «Жасмедиа» побывала во многих регионах Казахстана, готовила тоже начинающих молодых журналистов. И здесь, в Петропавловске, я впервые, и мне было очень интересно встретиться с вашей активной молодежью. Очень, знаете, такие, не по годам мудрые, как мне показалось, очень спокойные, очень образованные, очень интеллигентные. Я очень рад побывать в вашем университете. Я впервые преподаю североказахстанским студентам. Они очень открыты и мотивированы. Практически нет языкового барьера. На лекциях я рассказываю о необходимости сохранения природных крипторесурсов на планете. Между СКУ и Университетом Палерма мы планируем заключить меморандум о сотрудничестве. Это позволит более активно ввести совместную академическую и научную работу. Я очень много посещаю другие страны и преподаю во многих университетах, в том числе в таких далеких даже странах, например, это в Квебеке, в Канаде. В Казахстане впервые. И я очень рад быть на казахской земле и узнать больше из самого Казахстана, но также поделиться своим опытом и, надеюсь, полезными знаниями со студентами. И здесь казахстанский тоже своеобразный опыт, довольно положительный, особенно в сохранении здесь и уровня образования, и стабильности, и гармонии межэтнической, которая у нас, кстати, пользуется таким очень хорошим имиджем Казахстана. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте nku.edu.kz. Следите за новостями университета в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте. Наша следующая встреча состоится ровно через неделю в это же время на этом же канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok